Океан Океан занимает большую часть поверхности Земли. Его подводный мир завораживает и перетягивает. Среди огромнейшего разнообразия морских обитателей встречаются экзотические виды, поражающие необычностью расцветок и форм. Часто красота их обманчива, многие из них опасны для человека, поскольку имеют ядовитое оружие, скрыто которое за привлекательной внешностью. На 10 месте в рейтинге ядовитых и опасных акула Катран. Это самая распространенная акула российских морей. В некоторых странах Катран называют морской собакой. Где можно повстречаться с этой акулой? Западная и Восточная Атлантика, Средиземное и Черное море. Длина чуть больше метра, вес не превышает 20 килограммов. Плавает она очень быстро, держится на глубине от 15 до 100 метров. На спинных плавниках у Катрана располагаются колючки-шипы. Они представляют определенную опасность для человека. Можно пораниться, одновременно получив порцию яда. Для человека этот яд не смертелен. Девятое место рейтинга отдаем медузе Цианеи. Это самый крупный вид медуз, который распространен в северных морях Атлантического и Тихого океанов. Длина щуполи с гигантской медузы 36 метров, а диаметр купола около 3 метров. Окрас у Цианеи связан с размером. Мелкие медузы, оранжевого и телесного цвета, крупные, розовые и фиолетовые. Медузы наносят очень болезненные ожоги. На восьмом месте Скорпена. Обитает Скорпены в Черном и Японских морях, а также в теплых широтах Мирового океана. Окраска этих рыб пестрая, а на теле и плавниках имеются бесформенные выросты, на которых есть ядовитые железы. Обычное место пребывания Скорпен это водоросли и камни, где они отлично маскируются. Поэтому купальщики и ныряльщики могут нечаянно наступить на Скорпену и получить болезненные ядовитые уколы. На седьмом месте у нас Морской еж. Относится он к отряду иглокожих. Сюда входит почти 600 видов этих животных. Есть ядовитые ежики и не очень. Районы тропиков и субтропиков Индийского Тихого и Атлантического океанов это место расположения ядовитых сородичей. Шарообразное тело все покрыто иглами. Укол вызывает страшную боль. В коралловых рифах обитают ежи с иглами в 30 сантиметров. Эту рыбу называют по-разному. Крылатка, рыба-зебра, рыба-лев. Несмотря на свою окраску, ананас вкус ядовета. Если человек неудачно уколит с ее шипами, он может умереть. Особенно если находится в это время глубоко под водой. Обитает в Индийском и Тихом океанах. Размер этой рыбки от 30 до 40 сантиметров. А в плавниках, которые напоминают крылья, притаились ядовитые иглы. Отравление этим ядом вызывает судороги, нарушение деятельности сердца и даже гангрену в месте укола. Хищные моллюски конуса занимают 5 место нашего рейтинга. Обитают они среди коралловых рифов Индийского и Тихого океанов, ближе к тропикам и субтропикам. В настоящее время их насчитывает около 500 видов. Раковины этих моллюсков имеют удлиненную коническую форму. Окрас разнообразен, потому они представляют ценность для коллекционеров. После укола шипом, который моллюск выбрасывает молниеносно, смертность для человека наступает в одном случае из трех. Моментально возникает острейшая боль, теряется чувствительность места поражения, а затем наступает паралич органов дыхания. Следующую ядовитую хищницу отправляем на четвертое место. С бородовчаткой можно повстречаться на мелководье Индийского и Тихого океанов, а также в Красном море. Она имеет длину 20 см и действительно очень похожа на камень. Все тело покрыто наростами бурого и зеленого цвета. На спине расположено 13 ядовитых шипов. Эта хищница очень хорошо маскируется лежа на дне. Первой на человека она не нападает, но если случится дотронуться до бородовчатки, то реакция будет мгновенной. Рыба имеет ядовитые шипы на концах всех плавников. При уколе ощущается очень сильная боль. Возможна остановка сердца и дыхание. Рыба-ёж Кто же у нас на третьем месте? Рыба-ёж, рыба-шар, иглобрюх, фугу, дудик, четырех зуб, скалозуб, рыба-собака. Как только не называет эту рыбу, место обитания – субтропические и тропические моря. При потенциальной угрозе она набирает воду в специальные мешки, расположенные в животе, и раздувается как шар, увеличиваясь при этом в размере более чем в два раза. Тело фугу покрыто редкими, но острыми шипами. Фугу очень ядовито. Нервно-паралитический яд содержится в кожных покровах и внутренних органах. В рыбке яда хватает на то, чтобы убить 30-40 человек. Причем эффективного противоядия от отравления фугу до сих пор не существует. Второе место среди самых ядовитых морских обитателей – отдадим синекольчатому осьминогу. Его называют самым красивым и самым ядовитым осьминогом. Место обитания – прибрежные воды Австралии и Юго-Восточной Азии. Этот ядовитый красавец легко помещается на ладони и весит всего 100 граммов при размере 25 см. Днем осьминожек прячется в расщелинах и под камнями. Обнаружить его сложно. Питается он крабами. Этот красавец обладает всенодействующим ядом, который может парализовать 10 человек. Противоядия на сегодняшний день нет. И наконец первое место рейтинга занимает куба-медуза. Эти хищные медузы обитают исключительно у берегов Австралии и Индонезии. Днем они находятся около дна, а ночью у поверхности воды. Питается преимущественно рыбами и ракообразными. Форма тела похожа на конус или бутылку, а тело прозрачное. Яд куба-медузы считается самым мощным в мире и невероятно болезненным. Ее жертвы даже не успевают доплыть до берега. Они теряют сознание от болевого шока или от сердечного приступа и идут ко дну. Яд куба-медузы убивает человека за считанные минуты по причине удушья и остановки сердца. Противоядия нет. Вот и закончился мой рассказ о ядовитых обитателях морских глубин. Надеюсь, что кому-то было интересно. Подписывайтесь на канал Черный Кот. Ставьте палец вверх или вниз. Увидимся в следующем выпуске.